Всем привет! Итак, начинаем курс мастер-классов о выращивании фиалок. Давно ничего не снимала, много вопросов мне прислали в личных сообщениях, все прочитала, все учла. Всем большое спасибо! На большинство вопросов постараюсь ответить. Итак, первый мастер-класс у меня будет сегодня посвящен нашей землесмеси, в которой мы выращиваем фиалки. У меня уже есть несколько видео о землесмеси для фиалок. Ну, как бы, жизнь не стоит на месте, я тоже все пробую и своим опытом делюсь с вами. Итак, первое, на что хочу обратить внимание, это на сам торф. Я раньше пользовалась торфом Классман, это было, наверное, года три назад, может, четыре. Пользовалась фракцией, рецептурой 0,85, то это был Классман ТС-1, средняя фракция, рецептура 0,85. Так называемый универсальный рецепт, им пользуется большинство фиалочников, и некоторые производители даже пишут, что это идеальный торф для фиалок. Ну, не в моем случае, как оказалось, почему-то 3-4 партии подряд этого торфа. У меня приходил просто отвратительный торф с огромными кусками мусора, мне приходилось его просеивать, очень много выходило отходов. И я как бы бросила, используя торф Классман и перешла на торф Балтик Пит. Торф Балтик Пит меня вполне устраивает. Торф очень качественный, очень хороший. Единственное, как бы, для фитильного полива немножко нужно к нему приловчиться, что ли. Вот как-то там надо индивидуально подбирать количество разрыхлителей. Поэтому, если вы не знаете, не разбираетесь в фиалочках, то, конечно, лучше брать торф Классман. На сегодняшний момент у меня снова торф Классман. Но хочу обратить внимание, что в этот раз я купила себе, приобрела торф Классман TS1 рецептура 876. Это мелкая фракция, 0-5 миллиметров. И могу сказать, что осталось очень довольна. Сам торф без единого мусора, очень чистенький, очень воздушный и очень мелкий. Мне он, на удивление, очень понравился. И, наверное, я в дальнейшем снова вернусь к торфу Классман. Сейчас вот у меня уже почти закончился пак. Впереди много пересадок и буду еще такую же заказывать. Хочу вот обратить ваше внимание на мой большой контейнер. Я вам буду рассказывать примерно о пропорции, но вы должны понимать, что у меня объемы огромные. Поэтому для себя вы примерно должны понять эти пропорции как бы визуально. Вот у меня высота этого контейнера примерно 20 сантиметров. Его ширина около 60 сантиметров. То есть это на самом деле большой контейнер, но видео просто так не совсем понятно, но он огромный. Поэтому вы внимательно слушайте. Но когда будете замешивать, вы должны примерно по видео, по фракции, по составу понять, сколько же вам нужно чего добавить. Итак, у меня в этом контейнере около 40% торфа и около 60% пенопластовой крошки. Использовать можно как пенопластовые шарики, так и пенопластовую крошку. Я тоже недавно спрашивала у девочек совета. Все мне в один голос сказали, что крошка и шарики это одно и то же в принципе можно пользоваться. Могу подтвердить. Я попробовала, укореняла черенки. Никакой особой разницы между пенопластовыми шариками и пенопластовой крошкой я не заметила. Поэтому смело пользуйтесь крошкой. Она дешевле. Ее проще найти. Ну, по крайней мере, у меня. В городе мне проще найти пенопластовую крошку. И так вот выглядит мой замешанный торф. То есть 40% торфа, 60% пенопластовой крошки. Единственное, что я сюда добавляю, кроме торфа и пенопластовой крошки, это специальным образом подготовленную пасту фитоспорин. Обращаю внимание, я использую исключительно фитоспорин в пасте. Никаких порошков, готовых смесей, которые продаются уже в бутылочках, я не применяю. Могу сказать, что сухой фитоспорин имеет очень маленькое количество тех микроорганизмов, которые там должны быть. Поэтому будьте внимательны. Это, конечно, выбор каждого. Но я применяю исключительно пасту. Пасту я готовлю по рецепту Ивана Русских. У меня есть этот рецепт и на сайте, и, может, страничку мою полистать. Это там тоже есть. Но вкратце, это вы разводите пасту фитоспорин. В 2 литрах добавляете туда минеральное удобрение. Настаивайте 5 дней и можете использовать. У вас получается хороший такой концентрированный раствор фитоспорина, в котором уже пробуждены все нужные микроорганизмы, которые там должны быть. И после его применения эта паста сразу же начинает работать. Ей не нужно время на то, чтобы проснуться и так далее. Все. Больше я сюда ничего не добавляю. То есть я замешиваю 40% торфа, 60% пенопластовой крошки. Заливаю весь свой этот контейнер. Я примерно тремя-четырьмя литрами разбавленного уже с водой фитоспорина, пастой фитоспорина. Накрываю это все крышечкой. И вот он у меня немножко, скажем так, настаивается. Может быть день. Ну, не всегда, конечно, так получается. Обычно я мешаю торф и тут же начинаю его использовать. Но так как у меня фитоспорин уже полностью готов к работе, ничего не вижу в этом такого плохого. Вот так вот выглядит у меня сам торф. Все очень хорошо перемешано. Чем удобно использовать пластиковый контейнер? Вот вы сразу видите, где у вас есть какие-то скопления неперемешанного. Сейчас хотела вам показать. Я уже перемешала, нет. А вот, например, видите? Вот я сразу вижу, что вот в этой части у меня скопились крошка пенопласта. Вот его надо хорошо перемешать. Вот в этом вот удобство прозрачного пластикового контейнера. И вот напоследок хочу обратить внимание на такую тенденцию. Сейчас вот очень многие, скажем так, блогеры, фиалочники и так дальше. Советуют при составлении грунта для фиалок использовать различные акарициды и инсектициды, вот прям добавляя их в ваш торф, грунт. Например, ту же Актару. Могу сказать, что я категорически против такого применения. Тут есть два основных момента. Первый момент. Как бы для начала просто попробуйте прочитать инструкцию на той же Актаре. В особенности на сроки ее действия. То есть, насколько я помню, Актара действует там что-то примерно около двух недель. Поэтому даже не знаю, какой смысл добавлять ее в этот торф. То есть, вы хотите изначально посадить ваши цветы, уже сразу же начать их травить ядом. Они вот две недели, если они, например, у вас здоровы, будут жить вот в этой Актаре. Ну, мне непонятно, если честно, для каких целей, зачем. Второй очень важный момент. Это то, что все те же вот червецы, клещи и так дальше, они же имеют свойство привыкать к той химии, которую мы ее травим. Вот посмотрите на все схемы про травки фиалок, например, от клещей. Но нигде же не написано, что, например, тем же несераном нужно обрабатывать три раза подряд. Нет. Везде идут схемы, в которых эти препараты чередуются. Не все так просто это придумано, не просто так это делается. Это все делается от того, что все вредные микроорганизмы, живности и так дальше, они привыкают к тому, чем мы их травим. Поэтому эти препараты нужно чередовать. А если вы изначально насыпали сюда октару, и у вас, например, уже был этот червец, или он только завез этот червец, ну, неважно, как вы думаете, будет ли октара на него действовать. Поэтому лично мое мнение, я не вижу никакого смысла. Не можете насыпать, если он так хочется, но как бы я не понимаю цели. Ладно, это такое у меня было просто коротенькое отступление. Могу сказать, что вот такая вот землесмесь подходит как для фитильного полива, так и для выращивания на матах. Если вы используете нижний полив, то, конечно, нужно пропорции немножко менять.